МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комментарий по данному вопросу дал накануне имам Центральной Джума Мечести Махачкалы. К вопросу определения праздника Ураза-Байрам мы подошли со всей ответственностью, со всем профессионализмом. Учли все канонические аспекты, астрономические аспекты. И, исходя из всего вышесказанного, праздник Ураза-Байрам будет 5 июня. Мониторилась ситуация с восточными странами, которые раньше остальных могли увидеть Новолуния. Но ими, этими странами, Новолуния зафиксировано не было. Источники из Саудовской Аравии, заявляющие о том, что Новолуния была замечена, не вызывает доверия. Поэтому, исходя из вышесказанного, праздник Ураза-Байрам будет 5 июня. Более тысячи полицейских обеспечат охрану мечети в праздничный день. Между тем, работа по обеспечению безопасности начата уже сейчас. Как заявляют, в МВД Дагестана проводится целый комплекс необходимых мероприятий, направленных на поддержание порядка и соблюдение закона в период празднования. Всего у нас определенный расчет сил и средств личного состава на территории Республики Дагестан. По Махачкале у нас где-то около 600 сотрудников привлекается для обеспечения по всем объектам. Так, культовым объектам, скажем так, более 600 сотрудников, только по Махачкале, если взять. Если по республике, где-то более 1200 сотрудников. Это не считаю еще резерв. Занимается оперативная служба, разумеется, вопросами безопасности поставлена задача. То есть, на сегодняшний день, скажем так, те вопросы, которые были запланированы для проведения подготовительного этапа, они проведены, и личный состав уже вышел на позицию и занимается непосредственно выполнением той задачи, которые поставлены перед ней по обеспечению безопасности граждан на территории Республики Дагестан. Рамазан Абдуатипова допросит по делу против экс-чиновников Дагестана. Адвокаты уверены, что экс-глава Республики убедит суд в невиновности бывшего премьер-министра Абду Самада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова. Такое решение принял Лефортовский районный суд Москвы по ходатайству защиты, сообщает адвокат Дагир Хасавов. Дата допроса еще не назначена. Напомним, накануне 3 июня прошли предварительные слушания по уголовному делу. Чиновникам вменяют вину растрату 41 миллиона рублей, выделенных из бюджета на реконструкцию здания в городе Махачкале. В России изменились правила расходования материнского капитала. Теперь его нельзя будет потратить на погашение ипотеки, взятой неподотчетных Центробанку в финансовых учреждениях. Правила изменились в связи с принятием закона, ужесточающего контроль над расходованием средств, полученных за рождение второго или последующего ребенка. Кроме этого, упрощена процедура подачи документов на строительство или реконструкцию жилья с использованием материнского капитала. Зараженные помидоры, картофель, репчатый лук и многие другие овощи и фрукты весом около 500 тонн не попали на рынки республики. Только в мае текущего года госинспекторами Россельхознадзора Дагестана предотвращено 30 попыток транспортировки через границу продукции, зараженной различными вредителями. В соответствии с требованиями действующего законодательства, их ввоз на территорию России запрещен. Все грузы возвращены в страны-экспортеры, а виновные лица привлечены к административной ответственности. Около полутора миллионов овец и коз будут перегнаны на летние пастбище. Перегон предваряют ветеринарно-профилактические мероприятия, в том числе и Кубка овец. Около 50% из них на сегодняшний день пути на Альпийские луга. Это овцепоголовья, находившиеся на землях Кизлярской, Кизлертовской, Бабаюртовской и Дербенской зон отгонного животноводства. Стоит отметить, что часть перегоняемого поголовья, где-то 300 тысяч голов, намечено перевезти автотранспортом. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Карины Баталовой. Дагестанские травматологи теперь лечат болезнью скрюченных пальцев. Впервые в Республиканском центре травматологии и ортопедии проведена процедура лечения контрактуры Дюпи-Трена. Это когда больной не в состоянии сгибать и разгибать пальцы. Помочь может операция под названием «Черезкожная паневротомия». Она проводится с использованием ферментных препаратов. Хирурги через маленькие проколы удаляют разрушенную соединительную ткань и заодно проводят пластику сухожилий. Операция выполняется под местной анестезией. К повседневным занятиям пациент вернется уже на следующий день. Ранее на восстановление уходило несколько недель. 225 миллионов на благоустройство дворов и городских территорий. В Махачкале в этом году приведут в порядок прилегающие территории 35 многоэтажных домов. Так во дворах отремонтируют проезды, оборудуют детские и спортивные площадки и установят скамейки и урны для мусора. В 2019 году будут благоустроены парк 50-летия Октября, Радобский бульвар, летняя филармония, сквер в поселке Семендер по улице Казбекова, сквер в поселке Шамхау на улице Ленина и территорию памятника Эффенди Копиева на проспекте Гамзатова. Ущерб на 21 миллион рублей причинен сельхозземлям Табасаранского района. Природоохранная прокуратура обратилась в Дербенский районный суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде местным жителям Байрамбековым. Так он в ходе добычи бутового камня с использованием спецтехники в местности Геленботан причинил вред землям сельхозхозяйственного назначения. Решением суда исковые требования удовлетворены в полном объеме. Упорные труды и многочасовые тренировки юным спортсменам из Южно-Сухокумска рассказали и показали, как добиться успеха. В гости к ним приехал самый титулованный ушусандаист на планете, боец UFC Муслим Салихов. Курбан Рагимов продолжит тему. Раз, Павлов, показали. Раз, детки штаб зашли. Показали. Раз. Подобные комбинации помогли Муслиму Салихову сокрушить уже более сотни своих соперников. 25 лет в спорте. Опыт колоссальный. За эти годы завоевано 5 титулов чемпиона мира, звание короля кунг-фу и есть ряд других побед. В своем деле Салихов знает все и делится тонкостями. Именно деталь, наверное, общую вещь может каждый показать. Много кто может показать. А такие важные детали, это не каждый покажет. В технике, например, исполнение ударов, бросков, есть каждые мелкие детали, которые приводят именно к самому правильному исполнению. А не зная этих деталей, ты не сделаешь правильно. За свою богатую на события карьеру Салихов провел десятки мастер-классов за рубежом. Его нестандартная техника восхитила фанатов Китая, Бразилии, Италии и городах России. Сухокумский приезд чемпиона также не оставил равнодушным никого. Дети с горящими глазами следили за каждым его движением. Салихов, в свою очередь, проверял правильность исполнения. Мне понравилось, как он сделал удар и сразу зашел за спину. Мне понравилось то, что когда он сделал развод и потом ногой сразу ударил. Это не первый приезд именитых спортсменов в Сухокумск. Таким путем администрация города ставит задачу развивать спортивное направление. То, что сегодня приехал к нам Муслим Салихов, это большой пример для наших учеников. Пример подражания Муслим Салихов. Поэтому до этого к нам приезжали легендарные спортсмены. Магомед Ибрагимов, сериал-позор Олимпийских игр. Султан Ибрагимов, Нирза Магомедов, Магомед Джабраилов. И осенью к нам приедут Абдусалам Гадисов, старший тренер молодежной сборной. Поэтому мы будем делать все, чтобы Южно-Сухокумске, наша молодежь, чтобы привать любовь к спорту. Курбан Рагимов, Мурат Бейкбарзов, телеканал ННТ, Южно-Сухокумск. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!